Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в программе «Тема дня» говорим о реализации национального проекта на территории Ульяновской области. По этому случаю у нас, конечно же, в студии министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова. Здравствуйте, Евгения Евгеньевна! Здравствуйте, Дмитрий! Здравствуйте, дорогие телезрители! Чем насыщена эта неделя? Что мы будем видеть, что мы будем показывать нашей Ульяновской публике? Чем гордиться? Даты, выбранные для тематической недели национального проекта культуры, не случайны. Потому что именно на этой неделе, 25 марта, ежегодно мы отмечаем Всероссийский день культуры. И 27 марта ежегодно мы отмечаем Международный день театра. Поэтому и выбор недели, собственно, связан с этими замечательными отраслевыми праздниками. И у нас два огромных масштабных события по этому поводу. Поэтому наша неделя строится от событийного календаря. Безусловно, мы продолжаем фестиваль «Мир, эпоха, имена». И на этой неделе концерты фестиваля продолжатся. В четырех муниципальных образованиях будут представлены программы этого фестиваля. То есть мы уже где-то порядка 40 концертов дали в целом по региону. И до 11 апреля нам еще предстоит посетить наше муниципальное образование и порадовать здесь жителей регионов. Это особенность этого фестиваля. Да, фестиваля. И порадовать жителей встречами. Вот так у нас удачно случилось, что программа с участием Сергея Чанишвили и Ульяновского государственного академического симфонического оркестра будет представлена в Ульяновском областном драматическом театре 27 марта в Международный день театра. И здесь, собственно говоря, два события совпали. И Международный музыкальный фестиваль. И завершение 15-го областного фестиваля лицидей. И само празднование Международного дня театра. Поэтому сейчас, в течение этой недели, если мы говорим о фестивале лицидей, в этом году мы впервые перенесли программу фестиваля в город Дмитровград. Почему? Потому что приняли такое решение, что Ульяновск событие имеет культурное. И захотелось нам просто весь фестиваль представить в Дмитровграде, чтобы они могли полноценно увидеть спектакли ульяновских театров у себя в городе. Вместе с Дмитровградом и вместе вообще с профессиональными театрами, что бывает ежегодно, мы второй год приглашаем в лицидей земские театры. Тем самым подчеркивая, что этот проект очень интересный. И что этот проект востребован населением на территориях, где земские театры работают. В прошлом году у нас принимал участие Чердоклинский земский театр. В этом году вчера на малой сцене драматического театра свою работу «Оскара и розовая дама» представлял Кузоватовский земский театр. И поэтому очень приятно, что вместе с профессионалами еще и земские народные театры принимают участие в лицидей. И тянутся к их уровню. И тянутся к их уровню. Конечно, безусловно, эта неделя для нас очень важна датой, связанной с 85-летием народного художника страны Аркадия Ефимовича Ягуткина. 26 марта мы откроем его персональную выставку в музее изобразительного искусства XX-XXI века и отметим его замечательный юбилей. Новые картины есть у него? Это наша гордость. А вот мы с вами увидим это на выставке, какие работы будут представлены в экспозиции. Ну, мастер, наверное, времени зря не терял. Ну, вообще, Аркадий Ефимович, несмотря на очень почтенный возраст, кисть из рук не выпускает практически ни на один день. Он все время в работе. Муза всегда с ним. Да, да, да. Еще одно значимое событие, о котором мы с вами не сказали, это день работника культуры 25 марта. И ежегодно у нас присуждается премия маэстро. В этот раз тоже так все будет? Да, это в любом случае отраслевых профессиональных праздников достаточно много. Мы отмечаем день библиотек, мы отмечаем день архивной службы, мы отмечаем вместе с образованием день учителя. Но вот есть у нас в календаре Всероссийский день работника культуры. В этот день сегодня мы провели совет по вопросам культурной политики. Мы давно очень не собирались. Пандемия нам не позволяла провести совет в привычном для нас традиционном формате. Вот сегодня 25 марта это состоялось. На совете обсуждались вопросы переформатирования работы сельских клубов. То есть клуб в новом формате. Мы для себя взяли обязательства к июню месяца на основе стратегической сессии, которая прошла в рамках социального форума «Глазами людей». В ней приняло участие большое количество, больше 80 человек участников, где мы обсуждали, что такое новый дом культуры, как должна быть сформирована новая комфортная культурная среда. Мы взяли на себя обязательство к июню месяца разработать полноценную программу «Новый дом культуры», предусмотреть необходимое финансирование в рамках формирования бюджета 2022-2024 года. Основная идея заключается в том, чтобы нам вместе с привычными видами деятельности наших клубных учреждений оживить их новыми проектными инициативами, создать проектные офисы, посмотреть, как можно переформатировать работу, связанную с продвижением деятельности клубов. Потому что, конечно, в штатных расписаниях сельских учреждений, вы понимаете, Дмитрий, очень маленькое количество штатных единиц. Иногда, если мы говорим о небольшом поселении, всего один сотрудник работает в клубе. Но на деревне живут люди, которые готовы где-то на общественных началах. То есть нужно просто договориться. Есть молодежь, которая готова прийти в качестве волонтеров, заняться той или иной деятельностью в сельском клубе. Поэтому были очень интересные предложения, связанные именно с продвижением того, чем клубы занимаются. И мы рассчитываем, что в этой программе будут разделы, которые направлены на решение задач по укреплению материально-технической базы, для создания условий, для обучения, для переподготовки, для создания проектных офисов, для вещей, которые, собственно говоря, сегодня очень нужны. Это взаимодействие работников сельских учреждений культуры, повторюсь, с молодежью. То есть создание молодежных центров, создание духовно-нравственных центров в сельских клубах. Поэтому здесь это не последняя стратегическая сессия. И мы для себя взяли такое обязательство для того, чтобы результат эксперимента был максимально правильным, чистым. Не только привлечь к стратегической сессии тех, кто работает в культуре, но и провести пару таких сессий с теми, кто никогда не работал в культуре. Но они живут на этих территориях. И послушать их точку зрения. Разбег вы маленький взяли. До вею не успеете. По-другому не получится, Дмитрий, потому что мы привязаны к формированию бюджета. Поэтому в июне мы должны понимать, сколько необходимо средств, какой объем на реализацию этой программы. Конечно, мы ее будем прописывать до 2025 года. Поэтому здесь нам придется поторопиться два месяца. Но мы будем стараться уложиться в эти сроки. И, конечно, безусловно, мы говорили на Совете по вопросам культурной политики о цифровой трансформации отрасли. Это прямое мероприятие национального проекта культура. Более того, мы с вами неоднократно говорили, это отдельный проект цифровая культура. Здесь на 2021 год в нашем бюджете предусмотрено более 30 миллионов рублей на информатизацию отрасли культура. Но на Совете мы рассматривали наш продукт, приложение «Культура 73». Для того, чтобы жители Ульяновской области могли знать все о культурных событиях, могли через наше приложение покупать себе билеты. То есть вот такой продукт мы рассматривали на Совете. Поэтому разработчики после всего того, что мы представили, чуть-чуть еще возьмут себе паузу на корректировку для того, чтобы мы могли потом уже это приложение предложить нашему населению. И все это окажется в наших мобильных телефонах. И все это окажется в наших мобильных телефонах. И поэтому будет весьма-весьма удобно. Ну, безусловно, мы говорили о новом проекте, который в этом году пройдет впервые в рамках празднования Дня Волги. С 20 по 22 мая мы представим такой межрегиональный фестиваль «Широкая Волга». Организатором этого проекта является государственный ансамбль песни и танца «Волга». Это будет праздник хореографии на территории нашего региона в течение трех дней. Участвуют наши коллективы областные? Участвуют приглашенные коллективы из соседних регионов по Волже. Мы в гости пригласили к себе государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, государственный ансамбль песни и танца Республики Чувашия, замечательный коллектив из Мордовии у Марина, волжские русские народные хоры Самары. Ну и, безусловно, наша «Волга» и наши хореографические коллективы тоже войдут в программу фестиваля. Фестиваль будет проходить три дня с выездом в муниципальное образование и с большим гала-концертом 22 мая во дворце «Дружба народов» губернаторской. Да, и широту «Волга», и широту русской души можно будет почувствовать. Этот проект, я думаю, мы будем с каждым годом наращивать, чтобы... «Волга» объединяет ведь народы, так? Да. И поэтому очень хорошо, что есть в календаре знаменательных дат Ульяновской области «День Волги». Этот же день по предложению руководителей национально-культурных автономий будет и «Днем дружбы народов» Ульяновской области. Если вы помните, законом Ульяновской области несколько лет назад был учрежден такой праздник 30 июля, но практика показала, что не совсем удобная дата 30 июля, поэтому... Для сельских жителей особенно. Поэтому в 2020 году на Совете по делам национальности при губернаторе национальной культурной автономии высказали пожелание пересмотреть дату празднования. Все с этим согласились, поэтому... И привязались к «Волге». Потому что «Волга» объединяет все народы, живущие в нашей стране. И я думаю, что будет очень интересное зрелище. Да, конечно, замечательный праздник, уже хочется на него попасть. Ну и, безусловно, 25 марта всегда мы вручаем ведомственную премию «Браво, маэстро». И сегодня это состоялось. Да, в этом году мы из-за пандемии отказались от вручения премии в жанровых номинациях, потому что премия вручается по итогам предыдущего сезона. И 8 номинаций жанровых просто невозможно было в них понять и принять решение, поскольку мы все практически работали в онлайне. Поэтому художественно-экспертное жюри приняло решение, что мы не будем в жанровых номинациях. Однако две номинации однозначно поддержаны. И это молодежная номинация «Престиж». И, конечно, главная номинация «Маэстро», потому что... Не томите, назовите имя. В номинации «Маэстро» премия присуждается за достижения в культуре в целом в рамках деятельности. И в этом году звание «Маэстро» присвоено заслуженному работнику культуры Российской Федерации Ольге Анатольевне Тарниловой. Аплодисменты. Все аплодируют. Мы ее, конечно, сегодня поздравляли, чествовали и очень рады, потому что коллектив, которым руководит она и Евгений Александрович Корнилов, «Счастливое детство» известен, любим, и на сегодняшний день это один из самых больших творческих детских хореографических коллективов. Там занимается более 400 детей. Ставим восклицательный знак на этом сегодня и заканчиваем нашу программу. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам сегодня в гости. Я напоминаю, сегодня в программе «Тема дня» мы говорили о реализации национального проекта культуры на территории Живенской области. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»